На французских островах в Карибском море Ирма разрушила почти всю инфраструктуру, уничтожен аэропорт, в руинах дорогие виллы и высотки. Виды некогда роскошного Сен-Барта сейчас напоминают кадры фильма «Катастрофы». Этот остров – излюбленное место отдыха кинозвезд и политиков. Засветился там и один из отечественных. Вот так сейчас выглядят острова в Карибском бассейне. Стихия с корнем вырвала деревья, ломала мосты, сносила многоэтажки. Местные власти подсчитывают убытки. Утверждают, на восстановление инфраструктуры понадобится несколько лет и сотни миллионов евро. Не пощадил ураган Ирма и остров Сен-Барт. Остров практически разрушен. Ураган на него обрушился фактически дважды. После первого удара остров оказался в его эпицентре. На Сен-Барте отсутствует электричество и телефонная связь, поэтому о масштабах разрушения французское правительство пока не сообщает. В заложниках стихии находится десятитысячное население острова. Это место считают раем для миллионеров. Бирюзовая вода, песок цвета слоновой кости и пейзажи, завораживающие глаз. Именно здесь несколько месяцев назад присмотрел участок украинский нардеп, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович. Стартовая цена на дело земли – 12 миллионов долларов. Рабинович встречался с владельцем, ознакомился с планом и даже поторговался. В декларации Рабиновича о земле не слово. Нигде не указано и празднование Нового года на острове Сен-Барт. Только праздничный ужин на шесть человек в роскошном ресторане обошелся нардепу в 20 тысяч долларов. Интересно, что на суммы, указанные в декларации, парламентарий земельку на Карибах и шикарное застолье явно не осилит. Да и в Украине практически всем владеет его жена. На нее оформлены два дома, земельные участки и квартира. У парламентария в собственности ордена, картины и несколько мелких компаний. Так что неясно, за какие деньги был банкет на Сен-Барте и дорогущая земля Карибского острова. Редактор субтитров А.Семкин